И мы начинаем выпуск чрезвычайного происшествия в Москве. В столичном аэропорту Домодедово прогремел взрыв. На эту минуту есть данные Минздрава, что погибли более 30 человек. Ещё 130 получили ранения. По данным правоохранительных органов, взрыв произошёл в пункте выдачи багажа международного зала прилёта. По одной из версий, бомба была в каком-то чемодане. По другой, взрывное устройство привёл в действие террорист-смертник. По предварительным оценкам, мощность бомбы составляла не менее 7 килограммов тротилом эквиваленте. На место трагедии направлены бригады скорой помощи, центры медицинных катастроф. Очевидцы сообщают о том, что в здании аэропорта задымление. На место взрыва выехала следственно-оперативная группа, опытные криминалисты СКР и сыщики центрального аппарата МВД. Как сообщает агентство РИА Новости, сотрудники аэропорта разобрали кирпичную стену для вывода пассажиров из отделения выдачи багажа в Домодедово из-за взрыва. Пассажиры, которые пребывали в аэропорт, были вынуждены выходить через дополнительный выход. Сотрудники сломали часть стены, работы по разборке продолжаются до сих пор. Интерфакс передает, что московская милиция переведена на усиленный режим несения службы. Сейчас на предмет заложенных взрывных устройств проверяют все станции метрополитена и другие места массового скопления людей. Московские клиники готовы к приему пострадавших от взрыва в Домодедово. Прежде всего их будут размещать в больницах номер 7, 12, 13, 64, а также при необходимости и в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Еще одно сообщение с места события. Работников аэропорта Домодедово, в котором вечером прогремел взрыв, отправляют по домам. Об этом говорят сами сотрудники компании, которые расположены в терминале. Режим безопасности усилен и в других столичных аэропортах Внуково и Шереметьево. Досматривается весь багаж и ручная окладь пассажиров. Аэропорты переведены в режим угрозы теракта, что подразумевает целый комплекс мер безопасности. Активизирована работа всех технических устройств. Особое внимание уделяется просмотру изображений с видеокамер, установленных в терминалах. Внуково и Шереметьево готовы к приему рейсов, которые могут не приземлиться в Домодедово. Ряд рейсов в аэропорту уже задержан из-за взрыва. Пассажиров, которые на прилете выходят из зоны выдачи багажа, как говорят очевидцы, просят немедленно покинуть аэропорт. И вот еще сообщение со ссылкой на источники в кругах силовиков. Взрыв в аэропорту Домодедово мог быть осуществлен одним или несколькими террористами-смертниками. В связи с терактом в Домодедово Дмитрий Медведев в эти минуты проводит экстренное совещание. Как сообщила пресс-служба Кремля, в нем участвуют генеральный прокурор Юрий Чайко, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и министр транспорта Игорь Левитин. В ходе выпуска мы надеемся показать кадры с этого совещания. О случившемся в аэропорту был немедленно проинформирован и премьер-министр Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства. Взрыв, я напомню, прогремел в зале прилета международных рейсов в промежутке между половиной пятого и семнадцатью сорока. Шестнадцатью сорока. Согласно онлайн-табло аэропорта Домодедово, незадолго до теракта там успели приземлиться несколько рейсов из разных стран. Вот вы видите на своих экранах то место, где произошел взрыв. В частности, незадолго до взрыва приземлились самолеты из украинской Одессы, из египетской Хургады, из Варадеры, это Куба, а также из европейских городов Брюсселя, Лондона, Берлина, Франкфурта, Намайне и Бургаса. Пострадавших при взрыве аэропорта Домодедово направляют в четыре московские больницы. Аэропорт Домодедово лидер по объему пассажирских перевозок в России. В прошлом году пассажиропоток составил там более 22 миллионов человек. Регулярные рейсы из Домодедова выполняют 77 авиакомпаний. Почти половину этого количества составляют зарубежные перевозчики. Домодедово также является базовым аэропортом в России для компаний, входящих в крупнейшие мировые авиационные альянсы Star Alliance и One World. В расписании аэропорта почти 250 различных направлений в разные города России и мира. Около сотни маршрутов уникальные для московского региона совершить путешествие по ним возможно только из этого аэропорта. Инфраструктура позволила Домодедову осенью 2009 года впервые в истории России принять самый большой в мире пассажирский лайнер Aerobus 380. И в настоящий момент Домодедово единственный аэропорт в стране сертифицированный для приема и обслуживания этого типа воздушного судна. Пострадавших при взрыве в Домодедово направляют в четыре московские больницы. В седьмую, двенадцатую, тринадцатую и шестьдесят четвертую, также раненых в зависимости от их состояния, готов принять институт скорой помощи имени Склифосовского. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, к месту трагедии уже выехали два десятка машин скорой помощи. О том, что произошло в Домодедово, первому каналу сообщили очевидцы. Вот мы можем сейчас показать вам фрагмент интервью одного из них. Народу было много. Метра два бы, я бы очень сильно пострадал. Просто был хлопок. Помню, что на пол опустился. Другой волной, видать, опустил, а шапка слетела. Мой машинально куртку на голову оделся плечом. Секунд пять, как бы дым прошел. Пострадали те, которые с табличками встречались. Выбегать буквально начали. Потому что просто никто ничего у кого, что вещи все, наверное, не до смотана было, не до чего вообще просто стали. Ну, не знаю, как паники, но народу, наверное, человек 200, наверное, было, мне кажется, на данный момент. И вот последние данные на эту минуту. К месту происшествия в Домодедово направлены силы и средства подразделений ФСБ, МВД, МЧС. В аэропорту создан оперативный штаб. Об этом только что сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. По данным этого ведомства, взрыв произошел примерно в 16 часов 40 минут. Росавиация заявляет, что Домодедово продолжает принимать и отправлять рейсы, как внутренние, так и международные. Правда, ряд рейсов ушли в Шереметьево. В частности, туда ушли на посадку рейса Трансайра, Кагалымавиа, во Внуково. Воздушные суда австрийских авиалиний и Берии. Самолеты авиакомпании «Люфганзе», следующие в Москву, сейчас находятся в воздушной зоне Минска. Об этом передает Росавиация. Отметили, что усилены меры безопасности во всех аэропортах России, значительно в аэропортах Московского авиаузла. По последним данным, мощность бомбы, которая сработала в аэропорту Домодедово, составила около 5 килограммов тротиловым эквивалентом. Она была начинена поражающими элементами. Террорист прошел в зал прилета в толпе встречающих. Таковы данные, которые сейчас распространяют информационные агентства. Сотрудники аэропорта разбирают кирпичную стену, чтобы пассажирам, прилетевшим, было проще выходить из аэропорта. Тех, кто прилетел, просят в срочном порядке покинуть аэропорт. По указанию генерального прокурора к месту теракта в Домодедово выехали московский транспортный прокурор и заместитель генерального прокурора по Центральному федеральному округу. Дмитрий Медведев поручил принять меры по обеспечению безопасности во всех аэропортах и на всех других транспортных узлах России. Об этом он заявил на экстренном совещании, которое продолжается в эти минуты. Кроме того, президент поручил оказать пострадавшим в Домодедово безотлагательную помощь. Глава государства выразил соболезнования семьям погибшим. Итак, это зона встречающих аэропорта Домодедово. Это уточненное место, где произошел взрыв. Новая схема на ваших экранах. Аэропорт Домодедово. Сообщения обновляются буквально каждую минуту. Данные о жертвах на эту минуту таковы. Погибли более 30 человек. Это данные Министерства здравоохранения. В Домодедово открыта горячая линия, по которой можно узнать ситуацию в аэропорту. Ее телефон, код Москвы 495. Номер, это московский номер. 363-61-01. 363-61-01. 31 человек погиб, около 130 ранены. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье теракт. В Национальном антитеррористическом комитете не располагают информации о том, что было два взрыва. Такая информация прошла по некоторым СМИ, но она не подтверждается ни Национальным антитеррористическим комитетом, ни Федеральной службой безопасности. Итак, и Петербургский аэропорт Пулково усилил меры безопасности в связи с произошедшим в понедельник взрывом в столичном аэропорту Домодедово. Процитируем то, что сообщается. Все пассажиры и посетители проходят полный досмотр на входе. Усилено патрулирование в аэровокзальном комплексе, пока пассажиры, планируемых вылетом на Домодедово рейсов, не сдают билеты. И вот по той информации, которую мы только что получили, аэропорт Домодедово, где произошел взрыв, продолжает принимать и отправлять самолеты, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации. И вот на данный момент другой московский аэропорт, как раз Шереметьево, принял два рейса из Домодедово. Власти Подмосковья подготовили места в больницах для приема пострадавших при взрыве в Домодедово. И вот сейчас продолжаем как раз следить по факту взрыва. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Мы уже сообщали, только что мы получили как раз слова президента России Дмитрия Медведева. Вот что он сказал. Можем сделать все для того, чтобы пострадавшие получили безотлагательную медицинскую помощь. Сейчас в Домодедово направляется большое количество автомобилей скорой помощи. Ну а родственникам погибших я выражаю искреннее соболезнование. Теперь по правоохранительной составляющей. Во-первых, необходимо ввести особый режим во всех аэропортах и аэровокзалах, а также в крупных транспортных узлах. Поэтому я поручаю вам, Игорю Леонидовичу, администратору транспорта, вместе с министром внутренних дел, ввести соответствующие процедуры в кооперацию с Федеральной службой безопасности. С тем, чтобы в соответствии с законодательством об обеспечении безопасности на транспорте были проведены все необходимые действия. В честь расследования, Александр Иванович, необходимо создать следственную группу для проведения всех следственных действий безотлагательных с выездом на место. В настоящий момент уже туда, по моему поручению, приедут мэр Москвы и губернатор Московской области. Нужно сделать все, чтобы были проведены все необходимые следственные действия для того, чтобы получить быструю информацию и постараться провести расследование, что называется, по горячим следам. По предварительным данным, которые сейчас также приводят уже правоохранительные органы, взрыв устроил смертник, который находился в толпе встречающих. Мощность бомбы, вот этой информации пока еще не было, составляла около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом заявил агентство РИА Новости, их источник в правоохранительных органах. Также расскажем о том, что следователи возбудили по факту взрыва в аэропорту Домодедова уголовное дело по статье «Теракт». Об этом, как сообщил тому же агентство РИА Новости, официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Ну, из той информации, которую мы сейчас получаем, можно как бы резюмировать то, что в 16.32 прогремел этот взрыв в зале прилета, где выдается багаж в это время. Судя по тому, сколько погибших и сколько пострадавших народу там находилось, достаточно много. Это можно сказать, там никогда не бывает мало людей, тех, кто знает, тех, кто бывал в аэропорту Шереметьево. 130 человек пострадали, 31 человек погиб. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». То есть, версия о теракте сейчас является основной. Также в правоохранительных органах говорили, что, по всей видимости, террористов было двое, которые привели в действие взрывное устройство, мощность которого составляла около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Вот о том, что в аэропорту Домодедово было два взрыва. Вот сейчас в Национальном антитеррористическом комитете сообщают, что они не располагают информацией о том, что в Домодедове были именно два взрыва. Но, как бы то ни было, основная версия остается, что это был теракт. И основная версия остается, что это была атака именно террориста-смертника, который по тем сообщениям, которые мы сейчас получали. Также вот есть информация, которая сейчас с пометкой «Молния» поступает. Взрыв в аэропорту Домодедово произошел в общей зоне возле кафе «Азия», не в зоне таможенного контроля, сообщает агентство «Интерфакс». И поэтому уже сообщали, что, как сообщает следственный комитет, квалифицировал взрыв в Домодедове как теракт. Теракт в столичном аэропорту Домодедово произошел 24 января 2011 года. Тогда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство с поражающими элементами в зале прилета международных авиалиний. В результате погибли 37 человек и пострадали 172. Среди них граждане России и иностранных государств. Спустя пять дней следствие установило личность смертника. Самоподрыв совершил уроженец Северного Кавказа Магомед Явлоев. Он, как и четверо обвиняемых по этому делу, входил в банду Аслана Бутюкаева. По версии следствия, Ислам и Елес Виндиевы, Ахмед Явлоев и Башир Хамхоев помогли смертнику добраться из Ингушетии в Москву, передали ему так называемый пояс смертника и выбрали для преступления место наибольшего скопления людей. По информации следователей, террорист припарковал машину на стоянке аэровокзала и зашел в зал международных прилетов. Организатором теракта следствие считает лидера преступной группировки «Имарат Кавказ» Доку Умарова. Обвиняемых доставили в зал суда под усиленным конвоем. В это время всех присутствующих, включая многочисленных журналистов, попросили удалиться из помещения. На основании служенного судебная коллегия приговорила признать виновным. Илеса Ислам Яндиевы, а также Башир Хамхоев приговорены к пожизненному заключению. Ахмед Явлоев – 10 годам лишения свободы. Осужденные также должны выплатить многочисленным потерпевшим от 50 тысяч до полумиллиона рублей. Теракт в аэропорту Домодедово произошел 24 января 2011 года. По версии следствия, Магомед Явлоев привел в действие, размещенное на поясе, самодельное взрывное устройство, мощностью от 3 до 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Сначала обвинения, а теперь и суд, сочли, что именно осужденные помогли Явлоеву приехать из Ингушетии, разместили его на съемной квартире, снабдили так называемым поясом смертника и отправили на такси в аэропорт. Тогда 37 человек погибли. Ранения получили 172. Среди них как граждане России, так и иностранцы. Спустя всего трое суток после теракта была установлена личность мужчины, который, собственно, и привел в действие взрывное устройство в зале прилетов международных рейсов. Ну а уже где-то через неделю был задержан и первый соучастник этого преступления. Ну а через два месяца силами исследователей и оперативных сотрудников ФСБ остальные подозреваемые были не только задержаны, но и уже давали первые показания. Расследование продлилось чуть менее трех лет. Дело насчитывает 117 томов. В ходе следствия было проведено около 600 различного рода экспертиз. Однако, несмотря на столь солидную доказательную базу, адвокаты осужденных с приговором не согласны и намерены его обжаловать. Категорически не согласны, так как я считаю, что никаких действий для совершения террористического акта Домогедова мой подзащитный не принимал. То есть я считаю, что он не причастен. В течение 10-дневного срока будем обжаловать приговор Верховный суд Российской Федерации. Прокуратура, в свою очередь, вердиктом суда удовлетворена полностью.